Всемирный банк 1254 гривен в месяц на одного человека. Минимальная пенсия в Украине 1074 гривны. Минимальная заработная плата 1378 гривен. Даже средняя по Украине зарплата в 4205 гривен не позволяет трудящимся обеспечить свои семьи. Нужны реформы, говорят политики. Но ведь именно в результате проводимых реформ украинцы стали нищими. Что это, просчеты и ошибки? Нет. Это намеренная политика, в которой реформы правительства свелись к повышению цен и тарифов. Во всем мире стоимость энергоносителей снижается уже третий год подряд. А у нас цены на них растут с космической скоростью. Граждане не успевают за ними и просто перестают оплачивать коммунальные услуги. К концу 2015 года люди смогли оплатить только 56% начислений. В угоду МВФ правительство сокращает расходы на медицину, образование, науку. Закрывает или уменьшает финансирование не только социальных программ, но и проектов экономического развития. Так в чьих же интересах проводятся такие реформы? Что происходит в стране? Ответ очевиден. Вместо европейских стандартов жизни – африканские. Вместо рая для инвесторов – рай для коррупционеров. Вместо обещанного благосостояния – взлет цены тарифов. Вместо системных преобразований – эксперименты над средним и мелким бизнесом. Официальная статистика констатирует. В стране ценовой хаос. По данным Госстата, цены на продукты питания выросли на 41,5%. На нищие бюджеты украинцев власть вводит дополнительные налоги. Введены налоги на пенсии и на войну. После их уплаты украинцы должны выбирать. От чего отказаться? От лекарств? Одежды? Еды? Накануне Светлого Христового Воскресения делать такой выбор особенно непросто. 60 гривен стоит один кулич. Рекордно подорожали продукты пасхальной корзины. На нее в этом году украинцы потратят от 350 до 560 гривен. Это удар тяжестью в половину всего съестного бюджета средней семьи. И для многих бюджет будет неподъемным. Украинский выбор заявляет. Сводить все реформы к банальному повышению цен и под крики «Да здравствует евроинтеграция!», «Да здравствует сотрудничество с МВФ!» Убеждать украинцев, что все делается ради их светлого будущего – это цинизм высшей пробы. Надо остановиться и предпринять конкретные действия для поддержки граждан. Реформы, которые нужны сейчас Украине, создание новых рабочих мест, снижение цены налогов – государство должно отвечать за создание условий реального и постоянного роста благосостояния народа.